приветствую любители комнатных растений я екатерина любитель всего живого на земле давно обещала показать как себя чувствуют мои фикусята вот эти саженцы фикус бенджамина дальше это краснеющий фикус два росточка это фикус выращенный из черенков фикуса ластика черный принц фикус макламе но еще находила название притупленный не знаю точно как называется сегодня мне написали в комментариях что это фикус панда в общем немножко я теряюсь названиях вот это бенгальский фикус никак он меня не хочет развиваться меняла ему несколько мест с такими листьями я его купила но никак не поддается он мне вот этот фикус из уцененных я тоже считаю что чувствует себя хорошо есть точка роста все с ним в порядке вот этот фикус экспериментальный видите сколько я его обрезала и вот наконец пошло ветвление и вот он тот фикус у которого я брала черенки потому как обрезала его ведь он дал эту стрелку пришел он ко мне по обмену и очень бы мне конечно хотелось обрезать и эту часть но такой у него хороший кончик видите растущий не буду но хочу посадить эти фикусы одного вида в один горшок но этот горшок мне кажется не подойдет потому как пробовала найти местечко но боюсь нарушить ну вот они корешочки видите поэтому необходимо взять горшок немного больше для соединения в один горшок буду все вот эти три фикуса вместе с этим большим растением но снимаю на пяточке поэтому мало места и грязи много в доме я выйду на улицу но там ветер взяла горшок немного больше дренажные отверстия это обязательно дренаж в виде пенопласта все это вы знаете уже не первый раз я повторяю грунт песок кокосовый субстрат и взяла купленный грунт для декоративно-лиственных но так уж получилось что добавила туда немножко мха сфагнума хорошенечко перемешала и пожалуйста теперь только перевалка очень удивилась что совершенно нет молодых корешков я вообще удивляюсь как растение росло и если внимательно присмотритесь то там корни опутаны и внутри находится керамзит огромное количество керамзита ну счастье что растение все-таки выжило и видели что дает и росточки мне пришлось весь керамзит убрать его довольно много ну а теперь надо посмотреть как себя чувствуют все мои растяжки и показываю мои горшочки ах как же мне нравится заниматься таким творчеством и видите что все они абсолютно разные необходимо было осмотреть все корешки и меня очень обрадовало что видите белые корешки значит растение развивается хорошо по сравнению с вот этим большим фикусом разместила я все фикусята и пришлось потеснить внизу он вроде бы симпатично смотрится но вот эта макушечка мне не очень нравится вся кривая сикась накась видимо решусь я но уже в апреле не в марте а в апреле все-таки обрежу вот так вот обрежу и опять оставлю укореняться и сразу же посажу вот сюда пока вот выглядит так сегодня 30 марта 2020 года осталось только полить и конечно быстрее убрать солнце так как может обжечь листья а вот это срочно горячей водой срочно чтобы не истекала с соком вот этот лист мешает ведь его бы удалить но я попробую вот таким методом я сделала надрез под листом с надеждой что соки к этому листу поступать не будут и постепенно он отомрет ну а пока его конечно можно даже не знаю как чтобы не навредить фикусу наверно вот так все да я не думаю что так будет плохо вот этому ростку но можно вот этот лист лист отогнуть так посмотрю как себя поведет желательно чтобы он сам ушел с этого фикуса и смотреваюсь вот тут вроде бы есть росток но может это с прошлого года может проснулся было бы замечательно если бы он уже проснулся этот росток может то что я его пересадила убрала лишний дренаж и тогда просто обрезать отсюда и опять нарезать черенки и установить буду ждать сегодня 30 марта начало эксперимента и 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